МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомеля и это студия на Пушкина 8. Жизни Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. АПЛОДИСМЕНТЫ В 2013 году в Белоруссии был принят закон о медиации. Но, как ни странно, до сих пор определенная часть граждан толком и не знает, чем отличается медиация от той же медитации. Сегодня вместе с гостями и экспертами студии постараемся расставить все точки над «и». Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы. Председатель Белорусского республиканского союза юристов, директор Центра медиации и права, заслуженный юрист Белоруссии. Доктор юридических наук, профессор, медиатор Виктор Каменков. АПЛОДИСМЕНТЫ Заместитель директора Центра медиации и права Ирина Орловская. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш постоянный гость и эксперт программы, председатель Гомельской областной коллегии адвокатов Сергей Ефимович. АПЛОДИСМЕНТЫ И один из первых медиаторов Белоруссии. Адвокат, партнер Гомельского адвокатского бюро «Правовое кредо» Дмитрий Рыбалко. Для тех, кто еще не совсем понял, чему посвящен разговор в студии на «Пушкина-8», уважаемые гости, давайте растолкуем, что же такое медиация. В законе о медиации она обозначена как переговоры между конфликтующими сторонами с помощью посредника, медиатора, не заинтересованного абсолютно в этом исходе дела, но который квалифицированную помощь может оказать. Ирина Владимировна, то есть, другими словами, это возможность досудебно решить спорный конфликтный вопрос? Возможность досудебно и возможность судебно решить спорный конфликтный вопрос. И там, и там может быть задействован медиатор? Да. Где зародилось это достаточно интересное направление? Насколько оно сегодня распространено во всем мире? Зародилось в каждой стране в особенности. Например, в Белоруссии упоминание о медиации было в 12 веке. Хотя считаю, что американцы являются правородителями медиации. Это не так. Хорошо, тогда поясните. В 2013 году, в 2013 году, имею в виду, был принят закон о медиации? Как же так давно у нас говорили о медиации? А то и медиация, о которой, к сожалению, не каждый знает сегодня. Дело в том, что в практике хозяйственных судов медиация, по сути, уже применялась лет 7 подряд, последних 7. Поэтому те, кто общался и обращался в хозяйственные суды производства, они уже знают, что такая примирительная процедура и какие результаты. У нас очень хорошие результаты, мы можем даже конкурировать с европейскими странами. И все же, где зародилась медиация? США – последний вариант медиации. Прошлый век, 20 век имеется в виду, в 90-х годах. Мы уже говорили о том, что в 2013 году был принят закон о медиации. На кого равняемся? В каких странах это направление досудебного решения спорных конфликтных вопросов лучше всего сегодня развивается? Ну, если говорить вообще о странах, то в Германии оно хорошо развито. Если говорить только о постсоветском пространстве, то в Украине, в России, в Казахстане. Дмитрий Викторович, все же надо, чтобы народ к этому осознанно пришел. Потому что платить за услуги специалиста, который будет помогать выйти из конфликтной ситуации, пока еще не каждый готов. По большому счету, многие сейчас из наших зрителей, которые не совсем понимают до сих пор, о чем речь у нас в студии, скажут. Ну, если у меня спор, я пойду, в крайнем случае, к соседке и скажу. Ну, помоги, у нас тут конфликтная ситуация. Ну, на сегодняшний момент не каждый готов вообще за что-то платить, а тем более за то, что он не понимает, в частности, относительно медиации. Да, вы правильно говорили, что некоторые путают ее с медитацией или с чем-то еще. Но, как бы, к этому необходимо стремиться. Это определенная степень, определенный, ну, как бы, показатель готовности общества, уровня общества. Это практика обращения к медиатору для участия в разрешении сложных вопросов, в том числе межличностных конфликтов и прочих. До программы вы рассказывали про коллегу из Великобритании, если не ошибаюсь. Это не коллега, это один из ведущих нас, скажем так, медиаторов на сегодняшний день в мире, Великобритании, это Билл Марш, да, который говорил о том, что, когда ему задали вопрос, вот, Билл, расскажите, как у вас получается брать с людей деньги за медиацию, потому что на сегодняшний день для него это, ну, основной вид деятельности. Хотя он является, как бы, юристом, адвокатом. Он сказал так, что для этого мне понадобилось 25 лет серьезной работы, в том числе просветительской, для того, чтобы в конечном итоге люди стали готовы платить за медиацию, за обращение ко мне. Спасибо за вопрос. Я думаю, что в тему разговора Сергей Иванович. Я думаю, что это просто альтернативный способ разрешения конфликтов. Новый, современный, исторический, это не суть принципиальная. Здесь поднимали вопрос по медиации судебной, досудебной, но немаловажен еще момент, что она может быть и внесудебной, то есть не предусматривающей вообще каких-либо разбирательств. И не зря же говорят, что худой мир лучше хорошего спора, правильно? Сергей Иванович, ну все же, если возвращаться к мнению зала, а ведь мысль действительно имеет право на жизнь. Сегодня черта современного общества. Мы ходим к личным психотерапевтам. Вот сейчас решили свои проблемы направить еще и медиаторам. Благо, таких профессий новых, современных появляется много. Ну да, это веяние времени, это попытка, опять-таки, современного разрешения конфликтов. Попытка примирения сторон в их спорах, в их конфликтах. Поэтому я полагаю, что вот тот закон, вновь принятый, он все-таки начнет работать с полной силой в ближайшей перспективе, и граждане смогут уже четко различать, где же все-таки медиация, а где медитация. И все же в этой попытке переложить свои проблемы на кого-то другого, в первую очередь на специалиста, плохого ничего нет, правда? Ничего нет, но я бы все-таки сказал, что мы должны все-таки задуматься над тем, чтобы наши люди научились разговаривать между собой по любым проблемным вопросам, возникшим у них. Почему? Мы за определенное количество лет разучили людей разговаривать между собой. Любая проблема у нас, наш человек, как правило, куда обращается? В лучшем случае к президенту. Ну, можно к царю, можно к губернатору, неважно от уровня вопроса и проблемы. Нет, не с соседом он пойдет мириться и разговаривает с ним, а вот напишет на него жалобу в РОВД, в ОВД, в суд, прокурору генеральному и так далее. А уж пусть те разбираются, вот они и покажут. На самом же деле получается, что если люди научатся разговаривать друг с другом, то у нас будет меньше конфликтности вообще в обществе, потому что мы сегодня погрязли именно в конфликтах. Не все доходят до судов, а суды даже перегружены, прокуратура перегружена. И перегружены они, если говорить о перегрузке, в первую очередь такими пустяковыми вопросами, нет? Разного уровня есть, но понимаете, иногда не хватает у профессионалов времени для того, чтобы заниматься серьезным вопросом, из-за того, что есть общая масса, общее количество. Поэтому вот именно самое главное, чтобы люди научились разговаривать. И если вспомнить былые времена разных периодов, разных эпох, то мы тоже получим самые разные срезы. Самое интересное, что когда доверие есть к опытному, авторитетному человеку в городе, в деревне, на улице, в квартале и так далее, они могут пойти не к соседу именно, а к этому человеку посоветоваться. И поэтому медиация — это не только сфера правовая, это не только юриспруденция, это вообще тема человеческих отношений. Ирина Владимировна, закон о медиации — это, как понимаю, своего рода правило игры между первыми и вторыми, между теми, у кого споры, конфликт, и между тем самым медиатором? — Больше всего, наверное, закон о медиации — это то, что вводит у нас в стране саму процедуру медиации, то, что ее описывает. А правило игры — это уже сама процедура, которую в первую очередь стороны и выстраивают, приходя в процедуру медиации. — Уважаемые гости, как считаете, вот за эти несколько лет с того времени, как принят закон о медиации, эта сфера деятельности прижилась у нас в республике? Дмитрий. — Ну, я бы так сказал, еще тем более возвращаясь к предыдущему немножко вопросу, я бы так сказал, медиация на сегодняшний день — это жизненная необходимость. Вот так я бы сказал. Потому что Виктор Иванович правильно отметил, что многие инстанции, куда наши люди привыкли обращаться, на сегодняшний день перегружены в том числе и по таким незначительным вопросам, бытового характера, межличностными конфликтами какими-то и так далее. Поэтому медиация на сегодняшний день — это в какой-то степени для нас жизненная необходимость. То есть альтернативный, достаточно эффективный способ разрешения достаточно сложных ситуаций. — Кстати, о ситуациях, этих проблемах, с которыми приходят к медиатору, это же не только семейная спора. Давайте мы немножко упустили, обозначим тезисно. Это какие сферы деятельности могут быть затронуты? — Это все возможные сферы деятельности, начиная от обычной жизни человека, с садика, школы, университета, вуза, всего угодно, заканчивая достаточно серьезными сферами межкорпоративных, корпоративных конфликтов. То есть это вся совокупность жизни человека и его деятельности. — Сергей Иванович, и все же медиацию с медитацией и не только, все еще путают? — Путают. — Но я скажу, если мы касаемся вопроса судебной медиации, в общем-то предпосылки они существовали и до принятия закона. Ведь заключались мировые соглашения. И между желаниями сторон заключить мировое соглашение и его заключением, они были предоставлены сами себе. То есть где, каким образом, кто будет этому способствовать. По-простому даже где встретиться сторонам для заключения мирового соглашения, это был такой вопрос весьма насущный. И вот закон о медиации и работа медиатора, она призвана ответить на те вопросы, которые востребованы, в общем-то, самой жизнью. А что вы знаете о медиации? С таким с виду простым вопросом на днях на улице областного центра вышли наши коллеги. Что же из этого получилось? Давайте посмотрим. — Знаете ли вы, что такое медиация? — Медиация, если честно сказать, наверное, как-то... Медицирование, наверное, близко к этому. — Нет, медиация не знаю. А предположить можете? — Боюсь, что нет. — Ну, честно, первый раз слышу. — Без понятия. — Нет, честно. — Ну, из какой сферы, может, можете предположить? — Понятия не имею. — Медитация? — Медитация, да. — А медиация, наверное, нет. — Медиация? — Какая-то приехала, попался, я не знаю. — Не знаю, культура какая-то или еще что-то. — Когда человек работает над собой. — Ну, если это медиация и медитировать, если это одно и то же, то где-то это так. Сидишь и медитируешь там, бегаешь там в Астрале. — Понимаете, я уже этим делом не интересуюсь. И тот возраст у меня, как говорится, я слыхал много раз, но вылетает из головы. — Ну, это что-нибудь, или просто созвучно слово «медиа», масс-медиа и так далее, что-нибудь со связью. — Такое иностранное слово «медиация». Медитация, медитация, ну, даже… Как еще раз повторяйте? — Медиация. — Это относится к ориентировке, к ориентировке. — Ну, когда это, ну, это вот такое, я чуть-чуть на корнях. — Медиация — это такое состояние, когда ты ищешь необходимое тебе решение о какой-то проблеме. Вот ты медитируешь и пытаешься прийти к хорошему и правильному выводу. — Я сам врач, немножко близко мне. Ну, я далекся от этого. Надо жить естественной жизнью. — Уважаемые гости, как вам мнение гомельчан? Какие из ответов запомнились больше всего? — Ну, больше всего повторялась что-то медитация, хотя это, конечно же, совсем противоположное. Но мне понравился ответ врача. — Дело в том, что медицинская сфера здравоохранения — это сфера, где для медиации большое поле деятельности. Каждый из нас может представить себя на приеме в поликлинику, в больницу, стоя в очередях за талончиком и так далее. — Все потому, что надо жить естественной жизнью, да? — Да. И мы знаем, сколько там проблем имеется. И я даже могу привести определенную статистику, когда Минздрав говорит, какое количество жалоб поступает к ним и как они разрешаются. Поэтому вот, чтобы этих конфликтов было поменьше, чтобы врачи были более свободны и доступны для пациентов, я думаю, что медиация очень хороша. — Сергей Иванович? — Ну, опять-таки, вот сюжет продемонстрировал то, что есть в действительности, да? Но, тем не менее, я вижу, что в ответах, опять-таки, люди близки к пониманию вопроса. То есть к тому, что все-таки это связано с спорами, это связано с конфликтами, с их разрешением. Поэтому я полагаю, что после нашей передачи сведущих людей станет значительно больше. — И все же вопросов становится не меньше, в том числе есть такие вопросы и в нашем зале. Давайте выслушаем. — Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, работает ли медиация в том случае, когда речь идет об уголовном процессе? Такие преступления, как убийство, изнасилование. Какое здесь может быть мирное урегулирование вопроса спора? — Спасибо за вопрос. — Я позволю себе начать, отвечать на этот вопрос, а потом хочу предоставить слово, может быть, даже нашему руководителю отдела практической медиации и нашему медиатору, который присутствует здесь и тренеру. Вот характерная ошибка для юристов, которые полагают, что эта сфера ни в коем случае не доступна для медиации, потому что всегда думают, что медиатор почему-то должен заменять прокурора, следователя или судью в этой сфере. — Категорично нет. Эту сферу мы не трогаем. То есть то, что исключительно компетенция госорганов, медиация не затрагивает. Но вдумайтесь, пожалуйста, конфликт между потерпевшим по любому преступлению, будь то убийство, изнасилование или иногое, и лицом, совершившим преступление, сохраняется после приговора или нет? — Сохраняется. И поэтому именно в этом конфликте работает медиатор. Если его это напряжение не снять, почему мы имеем рецидив? После возвращения смысл лишения свободы иногда бывают более тяжкие преступления, чем они были. — Но ведь многие не готовы к тому, чтобы помириться, простите, с тем, кто натворил столько зла. — Естественно. И никто не говорит, что медиация заменит все и вся. Медиация рассматривается как институт вместе с, а не вместо. — Но надо, Сергей Иванович, чтобы человек осознанно пригласил медиатора. — Да. Здесь мы говорим о том, кто не готов. А что делать тем, кто готов? Договориться с потерпевшим. Так? Обвиняемый, предположим. Как ему быть? Особенно, если он находится под стражей, предположим. Как ему выразить свое мнение? Как решить этот вопрос? Тем более, ведь это не секрет, когда все-таки конфликт исчерпывается в ходе и того же уголовного процесса. Поэтому роль медиатора в том и состоит, чтобы поспособствовать достижению. Здесь согласие к достижению мирового какого-то разрешения этого спора, существующего уже в рамках уголовного процесса. — Есть дополнение из зала. — Начальник отдела практической медиации, Центра медиации и права Кананович Максим Александрович. — Говоря о медиации в уголовном процессе и вообще в сфере уголовных преступлений, надо сказать, что цель медиации несколько другая, чем в модели классической медиации. В модели классической медиации целью служит примирение сторон и выработка какого-то соглашения, устраивающее обе стороны. В сфере применения медиации в уголовном процессе является прежде всего осознание совершенного преступления, осознание своей вины в совершенном преступлении, деятельное раскаяние и заглаживание причиненного вреда. — И все же, знаете, когда проблемы касаются конкретно каждой семьи, редко когда эти люди начинают думать о том, что надо помириться, люди требуют жесткого наказания. Много ли примеров того, когда люди действительно обращаются сегодня в Беларуси к медиаторам и в таких сферах? — В таких сферах не предусмотрено обращение к медиации законам нашей страны о медиации, потому что медиация регулирует на сегодняшний день правоотношения в области гражданского законодательства, трудовых отношений, хозяйственной деятельности, в уголовном процессе не применяется. — То есть мы пока о перспективе говорим? — Да, но говоря о перспективе, конечно же, она будет востребована, потому что примирившийся человек будет требовать гораздо более мягкого наказания. — Спасибо за мнение. — Я не совсем согласен, потому что практикующие адвокаты со мной согласятся и дополняют даже меня, наверное, наш УК и УПК много составов предусматривают, где нужно учитывать мнение потерпевшего. — И поэтому для медиации уже сегодня по действующему законодательству есть очень широкое поле деятельности именно в этой сфере. — База уже есть, а есть и перспектива, есть наработки уже творческие, есть наработки проектные, именно связанные с тем, что касается внесения изменений в уже действующее законодательство, с тем, чтобы расширить сферу возможного примирения медиации. — И сам закон достаточно молодой, поэтому никто не исключает, что со временем с практикой он частично будет дорабатываться. Это нормально? — Да, но закон, он же должен корреспондироваться и с другими нормативными документами, в первую очередь с тем же УПК. — Ирина Владимировна, и все же, чтобы было более понятно нашим зрителям, каков алгоритм взаимодействия медиатора и конфликтующих сторон? — Алгоритм взаимодействия? — Как все происходит? Определяется, что вы, допустим, выбраны в качестве медиатора два человека спорящих. Что делается дальше? Как это выглядит? — Ну, обычно на практике одна из сторон спорящие обращаются к медиатору. В процессе предварительной беседы определяется, медиабельный ли случай, и уже после этого медиатор пытается контактировать со второй стороной. Если вторая сторона дает согласие, так как медиация — это процедура добровольная, то есть обе стороны должны добровольно прийти в эту процедуру, то тогда уже заключается соглашение о применении процедуры медиации, и начинается непосредственно вестись диалог между сторонами, переговоры и... — Дмитрий, скажите, вот в случае судебного разбирательства, насколько понимаю, судья назначается без ведомых сторон, а в случае выбора в пользу медиации, медиатор предлагает один из участников конфликта. Как избежать того, что медиатор будет работать на конкретного представителя? — Ну, это один из принципов медиации — нейтральность, скажем так, да, то есть беспристрастность, абсолютно, скажем так, ну, выбытие и заинтересованность между сторонами самого медиатора — это принцип его работы. И если в процессе работы у кого-то из сторон складывается ощущение, что нет этой беспристрастности, его пытаются склонить к какому-то конкретному решению в пользу какой-то из сторон, это, ну, это минус самому медиатору, это значит, что-то он делает неправильно. — В любом случае, главная задача — не довести проблему до суда. — Не вывести из суда. — Ну, вывести ее из суда, либо не довести из суда. — А, или вывести, то есть бывает такое, когда дело уже на рассмотрении... — ...суда, и все же люди подумали, что, может быть, есть еще один вариант. — Да, ну вот, например, классический вариант, когда мы участвовали в пилотном проекте, проводимом тогда высшим хозяйственным судом, то есть нам, да, нам экономические суды отдавали, в частности, экономические суды Гомельской области, те дела, которые уже находятся на рассмотрении, и где стороны изъявили свое желание поучаствовать вот в этой процедуре, попробовать договориться с помощью медиатора. — Виктор Сергеевич, а какая юридическая сила решения, которая принимается по итогу работы медиатора? — Самое высокое. Дело в том, что когда стороны сами договариваются, то они сами исполняют это решение. Здесь не нужно принуждения. Поэтому, когда мы даже анализировали в своей практике степень исполнения вот этих договоренностей, они выше всех показателей в государственных службах исполнения. Потому что стороны сами договорились. — То есть заключается все равно какой-то документ о том, что мы померились? — Да. Это медиативное соглашение по закону медиации. Формы его могут быть самые разные. И те же, которые записаны в процессуальном законе, это может быть отказ от иска, это признание иска, это мировое соглашение. Но может быть и новый договор со всем, который продолжает скромно отношения между сторонами. Поэтому этот документ, но он более свободный, нежели строго очерченные рамками. — Ирина Владимировна, есть ли гарантии, что спор не разгорится еще больше из практики? — Ну, в практике, во всяком случае, я не помню такого, чтобы после процедуры медиации спор разгорался еще больше. А гарантии, ну, сложные. — Это все дело каждого в практике? — Да. — Есть примеры. Ведь, как правило, мировым соглашением завершается процесс. И то решение, которое оформлено таким образом, оно, как правило, не оспаривается никогда. То есть здесь сама практика подтверждает сказанное. — Здесь, понимаете, можно я еще дополню. Здесь задача и высший пилотаж для медиатора как раз в этом и заключается. — Маневрировать между двумя сторонами. — Не маневрировать, а в том, чтобы каждая из сторон рассматривала это соглашение как соглашение в свою пользу. Каждая из сторон. И оно исполняло его постольку, поскольку считало важным его и, скажем так, полезным именно для себя. Не для кого-то, не для второй стороны. То есть я заключил соглашение не потому, что для второй стороны оно будет хорошее, выгодно и полезно. Потому что оно для меня, прежде всего, выгодно и полезно. — Будем считать, что те, кто смотрит сегодняшнюю программу, уже более осознанно понимают, что же такое медиация. И все же, есть конфликт. Это, к сожалению, объединяющий фактор двух сторон. У многих наших зрителей, уверен, возникает следующий вопрос. А почему бы в такой ситуации не обратиться к адвокату? Ведь, по крайней мере, долгие годы людей стимулировали к тому, что есть проблемы, к специалисту. И этим специалистом десятилетиями являлись адвокаты. Сергей Иванович. — Адвокат представляет интересы стороны, если он участвует в качестве представителя в споре. То есть он так или иначе отстаивает законные права интересы своего клиента. В том же случае, когда адвокат выступает в качестве медиатора, он уже в основе видит разрешение спора. И главным итогом ведь должно служить именно заключение того же мирового соглашения. Поэтому нужно различать статус адвоката в процессе как представителя стороны и статус адвоката как медиатора. Потому как медиация, она хоть и не отнесена к видам юридической помощи, но относится к видам адвокатской деятельности. — Если все-таки рассматривать финансовый вопрос, а без него никуда, простите уж за нескромность, что выгоднее будет для нашего зрителя? Выбор в сторону адвоката или в сторону медиатора? Каждый же считает свои деньги. — Но препятствий ведь нет работать в медиации с участием представителей адвокатов. И здесь самое главное, опять-таки, достижение соглашения между сторонами. — То есть вы ведете к тому, что в идеале это тандем? — Я веду к тому, что перспектива связана будет в том числе с достижением мирового соглашения, что позволит снизить и держки в процессе и так далее. — А в лучшем случае с каждой стороны по адвокату и между ними медиатор. — Да. Это будет лучший вариант. — И все-таки вы понимаете, что медиацию нужно понимать буквально еще и в таком смысле, даже в денежном выражении. В медиации все отдается на откуп, на рассмотрение сторонам. Они регулируют продолжительность медиации. Они даже могут цену оговорить, сколько платить медиатору, и ни больше, ни меньше. Они могут поднять планку очень высокую или, наоборот, поставить, что мы социальные люди, мы не можем вам заплатить, поэтому будьте добры. Вот так. От минимума до максимума. Но это позиция сторон. — Добрый день. Скажите, а правда ли, что у медиатора может и не быть юридического образования? И тогда какой толк в нем? Ведь простого совета я могу спросить и у подруги. — Спасибо за вопрос. Вот тоже интересное мнение. — Закон о медиации позволяет, на самом деле, чтобы медиаторами были не только юристы. Дело в том, что медиация — это не только правовая сфера. Ведь отношения, складывающиеся между людьми и другими субъектами, самые разные. Не только они попадают всегда в правовую сферу. Даже медиаторы-юристы обращаются иногда за помощью к специалистам иных сфер. Возьмите, скажем, медиацию в строительстве. Как можно глубоко разобраться без специалистов в строительстве? Как можно разобраться... — В семейном споре, если ты не психолог, да? — Не психолог и так далее. Таких сфер очень много. Поэтому, если это вдруг сфера такая, что там вообще права не было, не было еще оценки правовой, зачем там юристу быть? Поэтому наш закон и это достоинство его позволяет и не юристам быть медиаторами. Но все-таки наша практика показывает, что лучше всего в тандеме специалист и юрист. Тогда это лучше. — Виктор Сергеевич, а сколько сегодня профессиональных медиаторов у нас в Беларуси? Есть такая статистика? — Да. Дело в том, что это свидетельство медиатора выдается Министерством юстиции. Это ведь официальное. Поэтому более 240 сегодня уже получили это свидетельство. — Вы и ваши коллеги, я знаю, что в Центре медиации и права, занимаетесь подготовкой опытных специалистов-медиаторов. Как проходит процесс обучения? Это долгий период? — Для юриста это 140 часов подготовки. Для неюриста, имеющего высшее образование, 170 часов. — Этого достаточно? — Этого достаточно. — Практика показывает. — Но практика показывает, что мы это делаем, мы еще повышаем квалификацию обязательно в зависимости от специализации. Например, сегодня уже у нас началось обучение по восстановительной медиации, или это медиация в уголовно-правовой сфере. Мы привлекаем на такие занятия обучения специалистов с разных стран, которые имеют более серьезный опыт и подготовку. — Сергей Иванович, а сколько у нас в Гомельской области адвокатов-медиаторов? — На сегодняшний день три адвоката-медиатора в составе нашей коллегии. Все они работают в рамках одного адвокатского бюро. Дмитрий Викторович представляет данное бюро. Но я думаю, что перспектива здесь серьезная в пополнении. — Учитывая, что сегодня до сих пор, к сожалению, не все знают, что такое медиация, три адвоката-медиатора на Гомельской области — это много или мало? — Это мало, конечно. Это мало. Но нужно учитывать, что ведь не только адвокаты и не только юристы имеют допуск к тому, чтобы заниматься медиацией. — Дмитрий Викторович, вы один из первых медиаторов не только в Гомельской области, но и в Белоруссии. Давайте вспоминать. Это, я так понимаю, был конец 2013-го, либо 2014-й год. Почему решили переквалифицироваться или, наверное, правильнее сказать, получить дополнительное образование? — Это было еще раньше. — Еще раньше? До закона о медиации? — До закона о медиации. — Да, тогда мы еще были не адвокатами, а юристами-лицензиатами, юристами-хозяйственниками. И в определенный момент времени стали смотреть в будущее, чем еще можно заниматься, какие могут быть перспективы в дальнейшем. И вот обратили на тот момент времени мы с коллегами внимание на вот такое новое интересное слово «медиация». То есть стали смотреть, что же это такое, что оно может дать и вообще как бы как этим заниматься. И для меня лично показалось достаточно интересным, любопытным. Как минимум, на тот момент я достаточно скептически к этому относился, ну, как бы какая-то там медиация. Но с точки зрения переговорного процесса и возможности использовать эти навыки медиации в повседневной работе, я подумал, что, наверное, это будет интересно. И прошел обучение соответствующее тогда в Санкт-Петербурге, в Питерском университете. Они предлагали программу достаточно интересную. И на выходе, то есть по истечению этого, по окончании этого обучения, ощущения и впечатления были просто потрясающие. То есть настолько интересная технология, процесс, настолько интересные результаты могут получиться от применения. Ну, и эти знания, уверен, пригодятся еще и в адвокатской практике? Безусловно. То есть любой, на мой взгляд, адвокат, как минимум, должен попробовать себя вот в этой поставь медиатора. И все же, возвращаясь к медиации, насколько это направление сегодня развито в Гомельской области и востребовано, вот исходя из вашей практики? Ну, относительно востребованности. Мы видели только что соответствующие сюжеты. Ну, клиенты были у вас за эти годы? Зачастую даже как бы не знают, что такое. И на сегодняшний момент, я бы сказал так, относительно востребованности. Люди относятся с настороженной заинтересованностью к этому. То есть интерес есть, но, как ко всему новому, интерес очень осторожный. Это сферы деятельности какие? Больше семейные споры, либо это большая экономика и крупные предприятия? На сегодняшний день наиболее востребована, понятное дело, как мы говорили на начальном этапе, что это определенный уровень должен быть, в том числе людей. На мой взгляд, наиболее востребована в сфере экономики. То есть там, где речь идет о серьезных переговорах, о корпоративных каких-то споров и межкорпоративных споров. И в этом большая перспектива, если говорить о Беларуси, правда? Да, если посмотреть на уровень дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, то есть тех, кто занимается экономикой, конкретное предприятие, отрасль или в целом республике, то как раз переговорный процесс, он очень востребован. Я вспомнил буквально недавно слова нашего президента Республики Беларусь, который сказал даже в такой специалистической сфере, судебное банкротство должно стать исключением. То есть надо все рассматривать в досудебном порядке, даже в сфере банкротства, уже не говоря про другое. Что касается, дополню, чуть-чуть нашего внедрения медиации в Республику Беларусь, то это не только экономика, это семейная медиация получила широкое распространение и школьная медиация. А школьная, это вот она касается чего? Это отношение между учащимися одна группа, между учащимися и педагогами вторая группа, и между педагогами и родителями третья группа. И очень серьезные, оказывается, конфликты есть с серьезными последствиями. Виктор Сергеевич, все же в завершении программы поделитесь вот успешными примерами выхода из даже самых конфликтных ситуаций. Вы опытный юрист, медиатор. Вот на какие ходы зачастую приходится идти, в том числе и вам? Например, мне пришлось рассматривать в медиации конфликт, который уже был предметом рассмотрения судов разного уровня. После решений, вступивших в законную силу, но стороны остались в конфликте между страховым агентством и человеком, который страховал свою жизнь. Итогом медиации получилось, что жалобы во все госорганы и суды в том числе прекратились от этого человека. Она получила полное удовлетворение в смысле понимания, что же такое случилось с ней. Другие конкретные примеры можно, давайте все-таки привлечем еще нашего конкретного медиатора. У нас в студии находится Рудинская, Наталья Николаевна. Это наш тренер и медиатор номер один, имея свидетельство с таким номером от Министерства юстиции. Наталья Николаевна, ну медиатор номер один, это, конечно, обязывает? Обязывает. И мы к этому шли осознанно. Я входила, скажем так, в медиацию еще в системе хозяйственных судов и занималась судебным примирением с 2008 года. Потом мы уже проходили обучение достаточно серьезно у немецких экспертов. Они к нам приезжали, и мы ездили в Германию, обучались. И на практике все вот эти знания мы применяли. Поэтому, когда закон вступил в силу, конечно, были поданы документы, даже не обсуждалось, кем быть. Конечно, медиация. Скажите, в чем секрет действительно самого успешного решения любой конфликтной ситуации? На самом деле, наверное, тут очень много факторов. И всегда индивидуальные. Но самое главное, чтобы медиатор не навредил. И, конечно, он должен обладать жизненным опытом и хорошей квалификацией. Поскольку есть четкие правила медиации, которые нельзя нарушать никоим образом, уже владея этими правилами, медиатор ведет процедуру и выходит на истинный интерес со сторон, а уже стороны, с учетом своих интересов, достигают того соглашения, которое для них самым является приемлемым. Итак, уважаемые гости, мы сегодня действительно поговорили о важной теме, о важном и новом направлении. Я уверен, многие из наших зрителей открыли для себя такое понятие, как медиация. Не знаю, будем ли желать, чтобы каждый опробовал на себе. Лучше, конечно, не ввязываться в конфликтные ситуации. И все же время подводить итоги сегодняшней программы. У каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в сегодняшнем разговоре. Дмитрий, пожалуйста. Ну, конечно, в такой сжатый промежуток времени очень тяжело охарактеризовать медиацию, хотя бы даже дать общее понятие, что это, как это, в чем преимущество и интерес для людей прибегать к этой процедуре. Но, надеюсь, хотя бы какое-то общее понимание и осознание, что все-таки медиация – это не медитация, а нечто другое, достаточно эффективное и интересное, к чему стоит, наверное, обратиться, коль уж случилась такая, ну, не беда, но не задача, что вошли в какой-то конфликт, участвуем в нем. Надеюсь, что у наших зрителей, ну, сформировалось какое-то об этом представление, и они все-таки будут различать эти понятия, и при возникновении необходимости обращаться к специалисту, в том числе и к специалисту медиации. Я бы хотела сказать в итоге то, что обращайтесь в процедуру медиации хотя бы ради того, что после этой процедуры у вас есть очень много шансов остаться, ну, если не друзьями, но достаточно хорошими коллегами, то есть сохранить какие-то дружеские отношения. И это дорогого стоит. Сергей Иванович? Я соглашусь, Ирина Владимировна, медиация дает шанс все-таки сохранять отношения, и нельзя договориться, не начиная разговоры. А в ходе разговора все-таки сторонам бы я советовал помнить о том, что их права и свободы ограничиваются там, где начинаются права и свободы другой страны. Виктор Секеевич? Я думаю, что за медиацию будущее, и большое будущее, потому что в снижении уровня конфликтности, а их очень много, заинтересованы все, от конкретного человека до, президента. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкино-8. До скорого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»